Продолжение следует... Агропромышленный комплекс, в структуру которого входит сельское хозяйство, объединяет все отрасли хозяйства, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении до потребителя. Значение агропромышленного комплекса заключается в обеспечении страны продовольствием некоторыми другими потребительскими товарами. Наиболее распространенная модель агропромышленного комплекса обычно включает три основные сферы. Первая сфера включает отрасли промышленности, производящие средства производства для сельского хозяйства и отраслей промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственную сырью. Тракторное сельскохозяйственное мышленностроение, производство оборудования для животного роста, пищевой и легкой промышленности, выпуск минеральных удобрений, пумбикормовая и микробиологическая промышленности, сельское производственное строительство. Вторая сфера – это собственное сельское хозяйство. Подразделяются они земледелие или растениеводство и животноводство. И третья – система отраслей по промышленной переработке и сбыту сельскохозяйственного сырья и производства, продовольствия. Это пищевая, легкая промышленность, система заготовок, транспортировка, хранение и реализация продукции опыта. Размещение первого и третьего звеньев агропромышленного комплекса во многом определяется территориальной организацией сельскохозяйственного производства. Переработка, складирование и хранение сельскохозяйственных продукций в значительной мере ориентированы на потребителя. Территориальная концентрация в пригородных зонах и высокоурбанизированных районах производства картофеля, овощей и другой продукции растениеводства также обязана активизация хозяйств населения и фирмы. В 2021 году поселения площади России были расширены на 600 тысяч гектаров и составили порядка 80,5 миллионов гектаров. Из них примерно 50 миллионов гектаров было запланировано под горовой сель, а зерновыми зерновыми засеяно порядка 19 миллионов гектаров. Вот перед вами структура пассивных площадей, это за 2020 год во всех хозяйствах России. Вот основную часть занимали зерновые и зерновоговые продукты. Сельское хозяйство – это важнейшая сфера мировой экономики, представляющая собой комплекс отраслений, связанных с разработкой растительных и животных ресурсов. Сельское хозяйство является важнейшей составной частью АПК, который помимо хозяйств, непосредственно связанных с разработкой природных ресурсов, подят отрасль обрабатывающей промышленности, производящие средства производства для сельского хозяйства, в том числе обращения, удобрения и перерабатывающие сельскохозяйственное селье в конечную потребительскую продукцию. Соотношение этих отраслей АПК в развитых странах соответственно составляет 15, 35 и 50%. В большинстве развивающихся стран АПК находится в стадии становления, и пропорции его обраслей можно определить как 40-20-40%. То есть доминирующими факторами сельскохозяйственного производства остаются природные, элитические и живые тенни. АПК развитых стран – это, как правило, крупные товарные хозяйства, максимальная степень использующие современные средства производства на всех стадиях хозяйственной деятельности. Интенсивность хозяйств АПК в развитых странах определяется значительными капиталовложениями, расчетными единицами площадью. Мы широким использовали достижения науки, в том числе биологии, техники. Развитие сельского хозяйства находится в зависимости от решенности проблем собственности на земле и практикуемых форм землепользования. В отличие от других факторов производства, земля обладает рядом специфических членов. Неперемещаемостью, как фактор производства. Непредсказуемостью, то есть зависимостью от почвенно-климатических условий. Ограниченностью резервов для расширения использования в сельскохозяйственных целях. Пределы продуктивности. Все причины этих черт, ограниченность или неэластичность предложения земли – это одна из причин и особенностей целообразования на земле. Различия в качестве земельных угодов лежат в основе формирования рентных отношений. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООО, по 78% земной поверхности испытывают серьезные природные ограничения для развития земледелия. 12% отличаются низкой продуктивностью, 6% – средний и только 3% – высокий. В настоящее время пашня занята около 11% площади суши. Неверно 24% всех земель и планеты используются в животноводстве. Особенности и острота агроисусных ситуаций часто резко отличаются по странам, а внутри стран – по районам. Поэтому не может быть универсальных путей решения продовольственных проблем и в целом роста продуктивности сельского хозяйства. Прогресс в развитии производственных сил в сельском хозяйстве мира 20-30-х годах 20-го века связывался с механизацией работы. В 40-е и 50-е – селекции, механизации. В 60-е и 70-е – распространение достижений зеленой революции. А с 80-х годов наступил период активного развития и внедрения биотехнологий и компьютеризации сельскохозяйственного производства. В то же время, мировое сельское хозяйство в начале 21-го века испытывает целый ряд проблем, такие как недостаток земельных ресурсов. Естественная ограниченность роста продуктивности земли в развитых странах и низкая производительность труда на земле в развивающихся регионах. Темпы прироста сельскохозяйственного производства в развитых странах в начале 21-го века в среднем составляли 2%, что значительно превышало темпы прироста населения и дало возможность производить продукции не 20-30% больше объема, необходимого для обеспечения внутренних потребностей стран в правовольстве и сынии. И напротив, в развивающихся странах темпы прироста производства сельскохозяйственного продукции, особенно в продовольстве, совпадали по значению с приростом населения. А в расчете на душу населения в некоторых странах имели такую тенденцию низкую, что способствовало сохранению остроты продовольственной проблемы, особенно в тропической Африке. рассмотрим некоторые особенности территориальной организации сельского хозяйства. Значит, это размещение хозяйственных объектов по территории, их пространственные сочетания, взаимоостоложения и связи между собой и ресурсами территории. Какие элементы относятся к территориальной организации? Прежде всего, это экономические районы, промышленные комплексы и зоны, и районы сельского и лесного хозяйства, сети транспорта и расселения. Главной чертой территориальной организации хозяйства является неравномерность размещения всех его элементов как направлений с запада на восток, то есть между европейской и азиатской Россией, так и с севера на ю. На европейском севере сельское население преимущество не сельскохозяйственное. Это, прежде всего, связано с суровыми природно-климатическими условиями, неблагоприятными для людей сельского хозяйства. И население еще и ранее в этом регионе занималось в основном лесозаготовками, лесным и морским промыслом и другими великих местами. Центр европейской части имеет большую густоту поселения, высокую плотность сельского населения и мелкоселенность. Центральное Черноземье – наиболее населенный регион сельскохозяйственного расселения. Основные формы поселений – это довольно крупные села в долинах рек и у крупных промышленных центров. Водоразделок значительно более мелкоселенный, но в целом сплошное расселение. В крупных селах много мелких предприятий по переработке сельскохозяйственного сырения. А в Поволжье сформировалась такая крупная сеть сельских сел и поселков в Волге. Сельские поселения Тяготеев центром переработки сельскохозяйственного сырья, транспортным путям, ведущим к ним. Своебразное расселение сформировалось на нижней Волге. В дуле реки сельскохозяйственного расселения в сухих степях подоразделом скотоводческая ветка и сеть поселений. В самом низу верите сочетание промыслового и сельскохозяйственного расселения. И Северный Кавказ это чрезвычайно пестрый по формам расселения регион. Формируются крупные селения на равнине, средние родные долины, мелкие в горах, сезонные высокодволья. В последние годы сложилось плотное расселение рекреационной направленности в Брежной полосе от Анапы до Сочи. Роль пищевой промышленности довольно велика в регионах. Пищевая промышленность призвана удовлетворять основные потребности населения в важнейших продуктах питания. Она теснейшим образом связана с сельским хозяйством, которое является основным источником сырья к отрасли. Переработка на сельскохозяйственные сырья в продукцию длительного хранения, большие мощности холодильника пищевой предприятия обеспечивают постоянное равномерное оснабжение рынка продовольствия, в частности, скоропортящимися продуктами. Отходы производства отрасли используются как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях промышленности, например, львовкой, фармацевтической и других. Параллельно с пищевой функционирует и пищевая вкусовая промышленность, использующая пищевое сырье для изготовления различных напитков, соков, а также поставляющая различные пряности и специи как для пищевой промышленности, так и для непосредственного потребления на селье. Важную роль играет при работе чая, кофе, какао и других видов продукции сельского хозяйства. Готовые изделия после прохождения соответствующих технологических операций, например, ферментации чайного листа. Но и в целом, как вы видите на слайде, пищевая пищевкусовая промышленность имеет очень сложную структуру. особенность пищевую и пищевкусовой промышленности, вырабатывающая стуксотных миллионов тонн изделий, это необходимость их распорсовки в неоплутару, соответствующая физическим свойствам продукта. Отсюда эта отрасль стала крупным потребителем стеклянной, бумажной, металлической полимерной тары. В пищевой промышленности сложились мощные национальные фирмы, международные корпорации в сфере производства разной продукции, например, известные Семескле, Кока-Кола, Ювелир Семескле, Семескле, Семескле. Пищевая промышленность в России представляет собой такую одну из стратегических отраслой экономики, которая призвана обеспечить население в России необходимым по количеству и качеству продуктами питания. насчитывает 30 отраслей с более чем 60 отраслями. Приоритетное направление здесь это переработка мяса, молока, география пищевой промышленности. Сельское хозяйство это важнейшая составляющая всего агропромышленного комплекса. это единственная отрасль материального производства, которая зависит от природных условий. В развивающихся странах сельское хозяйство неоднородное. Не включает в себя традиционный сектор, преимущественно растениевоческое направление с мелкими крестьянскими хозяйствами. современный сектор это товарное сельское хозяйство с хорошо организованными плантациями и фирмами. некоторое представление о географии сельского хозяйства до этого карта. том, что товарное сельское хозяйство отличается высокой продуктивностью, интенсивностью развития, высокой мировой специализации, а потребительское сельское хозяйство отличается низкой продуктивностью, экспенсивностью развития и отсутствием специализации. Животноводство – важнейшая подробность сельского Три ведущие отрасли здесь, скотоводство, это разведение крупного рогатого скота, самое большое поголовье подзарубежной Азией в Латинской Америке, свиноводство, распространенное практически повсеместно вне зависимости от первых условий. Лидером по поголовью свиней является Китай, далее США, Россия, Германия и Бразилия. И овцеводство, оно преобладает в странах и районах, располагающих обширными пастищами. Наибольшие поголовье овец в Австралии, Китае, Новой Зеландии, России, Индии, Турции и Казахстане. Лидерство в производстве продуктов животноводства принадлежит экономически развитым странам. Например, в производстве мяса это США, Китай, Россия. В производстве масла это Россия, Германия, Франция. И в производстве молока это США, Индия и Россия. Главные экспортеры продукции животноводства перед вами на слайде. В основном, как вы видите, это развитые страны. Развивающихся в этом перечне практически нет. Растеневодство является важнейшим вопросом сельского хозяйства мира. Оно развито практически повсеместно, за исключением тундра, практически пустыни и высокодельных. В связи с большим разнообразием сельскохозяйственных культур, состав растеневодства довольно сложный. В растеневодстве выделяется зерновое хозяйство, производство технических культур, овощеводство, садоводство и так далее. К зерновым культурам относятся это пшеница, рожь, ячмень, гречиха, овес. А ведущие, конечно же, культуры это пшеница, кукуруза и рис. Главными производителями трех зерновых культур являются пшеница – это Китай, США, Россия, Франция, Канада и Украина. Рис – это Китай, Индия, Индонезия, Таиланд и Банглобеж. Кукуруза – это США, Мексика, Бразилия и Аргентин. Главные экспортеры – это США, Канада, Австралия, общая улица, Таиланд и США – это рис. И Аргентина, США – это кукуруза. Основные импортеры – это Япония и Россия. Среди других продовольственных культур выделяются масличные, клубнеплодные, сахарамоносы, тонизирующие, овощи и фрукты. Масличные культуры – это соя, подсолнечный, арахис, рапс, кунжут, клещевина, также оливковое дерево, масличная, кокосовая пальма. Главные производители масличных культур – это США, соя, Россия – это подсолнечный, Китай – рапс и Бразилия выделяется по производству арахиса. Сахароносы – это сахарный тростник и сахарная свекла. Главные производители сахарного тростника – это Бразилия, Индия и Куба. А сахарные свеклы – это Украина, Франция, Россия и Борщина. Тонизирующие культуры – это чай, кофе и какао. Основные экспортеры чая – это Индия, кофе – Бразилия, а какао – Кот-де-Луа. Глубнеплодные культуры – это прежде всего картофель. Наибольший сбор стран Европы, Индии, Китая, США. Среди непродовольственных выделяются волоквейские культуры – это хлопчатник, лен, сезаль, мжут. Натуральный каучук, табак. Главными экспортерами хлопка являются США, Узбекистан, Пакистан, Индия, Египет. Овощные культуры, как правило, распространены во всех странах мира. Наряду с ростом урожайности, вовлечения все больших площадей в сельскохозяйственные обороты, имеют место и экологические проблемы. И здесь основным фактором является то, что в течение тысячелетий люди оказывают большое влияние на окружающую судьбу путем прогревания интропогенных полевых, пастбочных ландшафтов. И самая главная проблема здесь – это сокращение пахотно-пригодного фонда. Какие здесь основные негативные моменты? Это эрозия в результате неправильной агротехники, загрязнение почв из-за чрезмерного использования минеральных удовольствий, ядохимикатах, загрязнение источными водами животноводческих ферм и нарушение растительного покрова вследствие освобождения территории под сельхозуборди. По подсчетам, мировая пашня теряет ежегодно около 26 миллиардов бунусов. Это связано с чрезмерной распашкой, особенно подверженных розы и пуч, на склонах холмов или в полуаридной зоне, изменением тяжелой техники, химизации, изменением силы оборота и так далее. Злоупотребление интенсивными технологиями привело к деградации окружающей среды, потерям земли и дефицитам воды. И вот сокращение пахотно-пригодного фонда, как проблема номер один в мире, вызвано, во-первых, захватом сельскохозяйственных земель под транспортное, городское, рекреационное строительство, ростом процессов и потери будущего слоя за счет опустынивания и заселения почв в районе орошайного земледелия. Конечно же, вред оказывает и вырубка лесов, которые в том числе связаны с расширением распаханных площадей и пастбищ. Леса в тропиках способствуют выпадению садков, помогают сохранить воду и землю. При их вырубке в атмосфере растет содержание углекислого газа, что наряду с интенсивными выбросами транспорта и промышленности ведет к глобальному потеплению. И одним из наиболее опасных для экологического равновесия воздействия является интродукция новых видов. Например, фауна Австралии сильно пострадала от воза туда овец, троликов. Земельные ресурсы, естественно, подвержены изменению структуры. По оценкам, земельные ресурсы составляют 13,4 миллиарда векта. Но при этом 34% земельных ресурсов обеспечивают 90% необходимых человекопродуктов питания. И эти земли сосредоточены в основном в лесных и лесостепных зонах нашей комнаты. А остальные территории непредводные для сельскохозяйственной обработки. Сюда относятся горы, территории, скованные вечными злотой, пустыней, полярные пространства Канада, Бринландии, России и США. Основные массивы пахотных земель в мире сосредоточены в северном полушае, прежде всего в Европе, в Южной Сибири, в Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии, на равнинах Канады и США. Основные площади, занятые вегами и пастбищем, располагаются в Южной Америке, и Австралии, Африки, Европе и Азии. И структура земель меняется за счет того, что на протяжении тысячелетий люди осуществляют расширение обрабатывания земель, пригодных для жизни и сельскохозяйственного использования. Только на протяжении 20 века распаханность суши увеличилась вдвоем. Сводятся леса, расшаются пустыни, общая площадь расшаемых земель в мире превысила 250 миллионов лет. Осушаются болота, исваиваются целинные земли, наибольшей площадью которых отличались Россия, Казахстан, США, Каннаба, Бразилия. Малоземельные, но густонаселенные страны повели активное наступление на прибрежные участки морей. В Нидерландах с помощью системы каналов и дам у Северного моря отвоевано около 40% современной территории Нидерландии. Аналогичные процессы сползания поселений в море имеют место также в Японии, Бельгии, Сингапуре. Для этих государств возможность расширения поселения площадей за счет наступления суши на море это важный резерв увеличения земельного фонда. Таким образом, вот структура земельного фонда не представлена на слайде. Деградация сельскохозяйственных земель происходит не только из-за пустыни. Огромной угрозой являются городские и сельские поселения и развитие промышленности. В результате этих процессов общая площадь сельскохозяйственных земель в них ежегодно уменьшается на 50-70 тысяч квадратных километров. Агроклиматические ресурсы это свойства климата, которые можно использовать в хозяйственной деятельности человека. И они оказывают большое влияние на сельское хозяйство. Прежде всего это тепловая ультрафиолетовая часть солнечной энергии, которая обеспечивает рост растений. Следующие показатели суммы атмосферных осадков заблуд и вегетационную пену. Снежный покров и создаваемые запасы влаги. Скорость, сила и направление движения в воздух. Агроклиматические ресурсы любой страны конечно же различны. И важнейшим фактором здесь является прежде всего температура воздуха. очень важное значение имеет вегетационный период года с устойчивой температурой воздуха выше плюс 10 градусов Цельсия. И его продолжительность примерно соответствует безморозному периоду. Большое значение имеет сумма температуры вегетационного периода. И она характеризует ресурсы тепла для сельскохозяйственных культур. В условиях России этот показатель в основных сельскохозяйственных районах находится в пределах от 1400 до 3000. Конечно же лучшие сочетания агрокрематических ресурсов сформировались в Центральном Черноземном Северо-Кавказском и частично в Положском экономическом крае. Здесь сумма температур вегетационного периода равна 2200-3400 градусов. Что позволяет выращивать озимую пшеницу, кукурузу, рис, подсолнечник, теплолюбивые овощи и фрукты. по обеспеченности на карте мира вы видите у растений тепло, агроклиматические АСА, сумма активных температур. И далее мы поговорим с вами об особенностях и типах сельскохозяйственного производства. Вот выделяю три основные категории. Это нетоварная, товарная и товарная. Товарная традиционная и товарная специализированная сельскохозяйственная. Вот нетоварная, потребительская и традиционная сельская хозяйство. Основные его характеристики представлены на слайде. То есть земледелие в сочетании с собирательством, охотой, рыболовством и кочевое и полукочевое животноводство. сельскохозяйственное Следующее товарное и полутоварное помещичное техническое хозяйство. лесоводство лесоводство в Азии в основном, многоотраслевое товарное хозяйство в Европе. Вот это все характерно для полутоварного традиционного. И третье это товарное специализирование на сельское хозяйство. Включают хозяйство предпринимательского типа, это фермы, плантации, государственные корпоративные, крестьянские хозяйства и другие. Ну вот некоторые примеры экстенсивного пастбочного животноводства их стран, интенсивного животноводческого Европы, Северная Америка, Япония и интенсивное молочное москотоводство Великобритания, Германия, Украина, Россия и Градио Стали. Надо отметить то, что значительная часть сельскохозяйственных власти расположена в переуложневных или засушливых районах, подвержена ветровой водной эллисии. Некоторые оказались в районе зоны загрязнения радиоактивными элементами после Чернобыльского води. Таким образом, почти три четверти сельскохозяйственных вводей либо уже деградировало, либо находятся в опасной черте потери плодородов. И это положение усугубляется резким сокращением поставок сельскому хозяйству минеральных удобрений. И в этой ситуации очень большую роль играет мелиорация земель. Это естественное улучшение земель для повышения их плодородов или общего оздоровления местности. Это своего рода один из примеров рационального природопользования. Вот перед вами распаханность территории. Как вы видите, в основном распаханность достигает высоких показателей, особенно в степной и в лесостепной зоне. Вот основные площади кормовых угодей, технических, зерновых и прочих по годам. площадей Если говорить о структуре площадей в 2020 году, у меня площадей долг занимает пшеница зимная и мировая почти 37% всех площадей, ячми озимой и яровой порядка 11% и подсолнечная 12% высока доля кукурузы и сои по 3,6% овса 3%, ракса около 2%, горох и сахарная свекла гречиха более 1%, а кормовыми занято примерно 18%, и последние годы увеличиваются посевные площади на масличного на втором месте по приросту площади в руж на втором по приросту площади руж вот основные показатели урожайности валовых сборов зерновых культур зерновые культуры это ведущая отрасль растений в России они занимают более половины посевных площадей их сбор из-за непостоянства погодных условий из года в год колеблется от до половины 102-7 и даже до 48 миллионов тонн в 1898 году было до килограмм до 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 высокая по сравнению со странами Западной Европы, что объясняется различным агроплиматическим условием и низкая культура отечественного земледелия. Но, как я и сказал уже, посевная площадь очень большая и общий сбор приходится на четыре культуры. Это пшеница, более половины, вячмин, примерно четверть, овес и рожь. Это в том, что низкие показатели у нас. Распространение зерновых культур. Конечно, пшеница является важнейшей культурой зерновой. Основная закономерность в том, что в западной части до Волги в основном преобладала эта зима. Пшеница восточный Яровай. Следующая культура – вячмин. Хорошо переносит заморозки, засуху. Поэтому имеет обширный ареал. Дальше овес. В основном в лесной зоне выращивается. Дальше рожь. Основной ареал – это российское и черноземье. Все остальные не получили большого распространения. Например, посевы риса размещаются в плавных кубани, в логах кубинской пойми и при ханкайской лидерности. Далее технические кульпины. Они весьма требовательны к агроклиматическим условиям, трудоемкие. И размещаются такими ареалами. Прежде всего, это лед долгий лес. Распространен выращиваться в северо-западной зоне Европейской части России. Подсолнечник – это степная и лесостепная зона. Центральная черноземья – северный Кавказ. Следующий – картофель. Основная часть – это центральная Россия. Животноводство в России. Максимальный уровень достигнут в 1987 году. Северный Кавказ. Северный Кавказ. Северный Кавказ. Северный Кавказ. Северный Кавказ. Северный Кавказ. В baile fan. Большое количество декабрягаров, чем различные страны, Россия постоянно испытывает их острый недостаток, что обусловлено низкой сохранностью кармана, в основном кроватию, их министрпудской структурой, то есть малой о более прекрасном центре формы, году русский ход worry band, а также сегодня scrum squad. Здесь рано ментис qucendo в среднейurs. по системе кормления и содержания скота. Какие факторы определяют размещение животного роста? Прежде всего, ориентация на кормовую базу и таблетение потребительное. И вот по мере развития процессов урбанизации и прогресса на транспорте быстро возрастает значение второго фактора – вознащение животного роста. И в пригородных зонах крупной городов и высокоорганизированных районах развивается научное животного роста, скомонодство, птицемодство, то есть усиливается азональность животного роста. Вот такая пенденция. А в России наиболее крупной отраслью является скотоводство, разведение КРС, главная продукция, которая молоко и мясо. И три направления – молочное, молочное-мостное и мясо-молочное со своими определенными марированными. Свиноводство является скороспелой отраслью, ей дают 1-3 мяса. В качестве корма здесь используются кормоплоды и так далее. Овцеводство обеспечивается ей текстильную промышленность. Овцеводство тонкорумного направления представлено в южных степях европейской части и на юге Сибири. Полотонкорумного – на европейской территории страны в Дальнем Востоке. Овцеводство отличается высокой продуктивностью и наиболее развитой в основных зерновых районах и вблизи крупных городов. Ну, мы сейчас с вами возвращаемся к структуре пищевой промышленности, которая получила развитие в России. Ее развитие зависит от наличия сырья и потребителя. И можно разделить вот на три группы образований, которые тяготеют к району производства, которые связаны с местами потребления и которые ориентируются одновременно на структуре и потребителя. На этом я хотел бы с вами сегодня завершить нашу лекцию. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok